На улице еще темно, сейчас раннее утро, расцветать будет примерно через час, а за это время я приготовлю необычную прикормку для рыбы, попью чаю и пойду на рыбалку. А прикормка будет необычная, экспериментальная. Вчера вечером я сварил кисель из полуфабрикатов, но когда он был теплый, его еще можно было хоть как-то пить, но вот эту жижу мне уже совсем не хочется употреблять в пищу. Поэтому я решил попробовать на основе него, киселя фруктово-ягодного, сделать прикормку. Вместо горохового пюре, как я делаю обычно, сейчас перекручу эти сухари и добавлю в кисель и посмотрим, что из этого получится. Вот сухарей накрутил, сейчас перемешаю. И можно собираться на рыбалку. Найки уже ждет у своей миски. Сейчас пойдем вместе. Пойдем, Найк, на рыбалку. Найки, Найки, Найки. Найки, кс-кс-кс, догоняй. Найки, Найк. Главное, чтобы тут трещина не растянула сильно. Вот как столбы уже поломала, понаклоняла где-то здесь. Ветер у нас откуда? Из леса. Значит вот так лунки расположу. Такую палатку легко раскладывать. Вот так она автоматически разбирается. Но на сильном метро довольно сложно установить и тем более скрутить опять в кольцо. Но это все дело привычки. Первые разы я возил подобную палатку в машине, прямо не скручивая, потому что никак не мог ее собрать. Потом приловчился. Вот так выставляем. Отлично. Закручиваем шурупчики. Таких специальных вертышей только два. С другой стороны прикручиваю обычными саморезами. Отверточкой маленькой. Ничуть не хуже, в принципе. Все, палатка стоит. Сейчас быстренько прикормлю рыбку и пойду за найком. А то он там соскучился. Рабочее место. Ну вот снова преодолеваем торос из камня. Скользко. Мне тут просто теперь. Вот так. Найки. 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 Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Опять побежал в лес. Найки, Найки. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Найки. Найки, Найки. Не захотел идти на рыбалку. Пошел на охоту. Взял ложечку. А Найки убежал в лес. Не захотел рыбачить. Пошел на охоту. Не успел сходить к землянке. Ветер уже поменялся. И дует теперь сбоку. Не очень удобно будет ловить, но ничего. Переставлять уже не хочется палатку. Я обычно ставлю так, чтобы дул спину. Тогда здесь будет удобно управлять удочками. Так. Открываемся. Обычно перед тем, как закормить, я опускаю одну удочку с наживкой. Проверяю стоит ли рыбка под лункой или нет. Рубленный лед, так называемую шугу, нужно было почистить до того, как ставить палатку. Теперь придется выбрасывать через окошко. Ну вот, как и говорил, сначала проверяю без прикормки. Если через пару минут поклевки не последуют, то сразу закормлю лунку. Прошло пять минут, поклевки не последовало. Поэтому эту удочку я вымотаю и заброшу в соседнюю лунку. Почему так? Кормить буду лунку справа, потому что течение здесь обратное. Вот так. Ну и третью. И пока хватит. Все, лунки закормлены. Точнее, одна лунка. Сейчас разматываю вторую удочку. Вторая удочка у меня с кивком и безмотыльной мормышкой. Не успел размотать вторую удочку, как на поплавок уже поклевка. Ну видно, какая-то опять мелочевочка. А вот рыбка какая-то небольшая клюнула. Вот такая густерка. Найка. А Найк не захотел идти на рыбалку. А вот еще одна рыбешка. Тоже похоже на плотвичку. Опа, опа, как и есть. Вот такая. Похоже, я и не успею размотать вторую удочку. Поклевки происходят практически одна за одной. Ну вот опять. Ну вот еще одна рыбешка. С каждым разом все тяжелее. Похоже на подлещечка. По поведению. Или крупная плотва. Да, плотва все таки. Неплохая плотвичка. Вот такая вот. Ну что, прикормка на фруктовом киселе вполне хорошо себя зарекомендовала. Я попробовал сначала без прикормки. Поклевок не было. Только прикормил. Практически сразу начались поклевки. Причем одна за одной. Сначала подошла густерка. Потом подошла плотва. И отогнала более мелкую густеру. Вот поклевка сразу же. Причем хорошая. Я так понимаю, надо брать на вооружение такую прикормку. Такой экспромт. Эти эксперименты часто приводят к очень хорошему результату. Плотва отреагировала просто. Клюет бомба. Вот так вот. Вот так. Разбегаемся. Я забыл кулек взять. Сейчас пойду. Отнесу долю Найка. Завтрак его. Заодно возьму кулечек. Ну что долю коту Найку отнес. Теперь можно попробовать и себе поймать что-нибудь на жереху. Взял кулечек для рыбы. Тряпочку всегда следует с собой брать. Вытирать руки от слизи рыбьей. Ну что продолжаем рыбалку. Вторую удочку я так еще и не размотал. Потому что даже на одну не успеваю. Вот и поклевочка. Опа. Есть рыбка. Опа. Есть рыбка. А кто это у нас? Снова бойкий такой. Опа. Плотвичка. Если клев активный. Мотыля можно не освежать. Ловить на тот который вытащил изо рта рыбы. Ну вот поклевка моментальная. Выкладка. Оп. Есть. Вот эта прикормка неожиданно для меня. Буду использовать и дальше фруктовый кисель. Сложно найти леску на белом льду. Я раньше использовал специально окрашенные лески. коричневые и темных цветов. Чтобы было проще ее отыскать на белом льду. У рыбаков есть такая привычка если они видят что какой-то из рыболовов активно ловит рыбу. А это заметно подвижением руками. Что он машет, вываживает, постоянно подсекает. Поэтому палатка в этом деле выручает. Соседи не видят что у тебя хорошо клюет и не приходят и не оббуривают тебя вокруг. После второй рыбки наверное стоило все-таки освежить мотыля. Хотя нет, все равно поклевка. Вот она. Есть. Ну после третьей точно добавлю еще пару свежих мотыликов. А это уже густерка. Ну ладно. Такую маленькую отпущу. Найку такие мелкие не нравятся. Странно лед трещит вроде по прогнозу оттепель. Обычно трещит лед на мороз. Если сразу поклевки не происходит. Возможно внизу какие-то остатки травы не перегнившей. Или какая-то веточка и рыба не замечает. Но на этот раз заметила поклевка. Вот она. Ну мимо. Так вот если какое-то время не клюет. Желательно вот так приподнять немного. И снова опустить. И рыбка заметит падение мотыля. И сразу его схватит. Шевелит. Очень осторожно. Может что-то покрупнее подошло. Не успел подсечь. Так хорошо плевал. Видно как рыбка ходит внизу. Бьется по леске и поплавок вздрагивает. Шевелится. Это уже поклевочка. Снова похоже на густерку. Да. Так и есть. Опа. Совсем маленький подлещик. Когда начинает клевать откровенно мелкая рыбешка. Я тогда использую безмотыльную мормышку. И беру другую удочку. Сюда поставлю поплавок. Вот трещина идет прямо где-то рядом. Сейчас попробую на безмотылку половить. На нее как правило более крупная рыбка реагирует. На поплавок продолжает клевать. Мимо. Ладно я его пока вытащу. Посмотрим как будет реагировать на безмотылку. Опа. Тут уже была поклевочка. Опа. 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 рыбка может заглотить более-менее крупную мормышку. Попробую на более плавной проводке. Можно регулировать длину кивка соответственно его жесткость и от этого будет меняться игра мормышки. Вот так, на безмотылку не очень. Эх, да, видимо совсем мелкая рыбка. Ну вот, на безмотылку не удалось уговорить. Буду продолжать на мотеля. Хотя бывают периоды, когда клюет исключительно на безмотылку, а мотыля полностью игнорирует. Так что ничего мы не понимаем, что у этой рыбы на уме. Так, вот тут похоже уже кто-то сидит. Вон, так и есть. Хотя я ее и приподнял метр от 1 и взяла рыбка. Возможно, на безмотылку можно было попробовать намного повыше половить. Плотвичка. Но если честно, мне больше нравится на поплавочек. Ну вот уже и мне на сковородку есть. Вот только что здесь минут 5, наверное, на безмотылку безуспешно пытался поймать плоту. Сейчас опускаю мотеля. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, моментальная поклевка. Опа, есть. Есть. Снова маленький подлещик. Кому просто в рот не пролазит. Это безмотылка. Вот она поклевочка. И есть рыбка. Обычно я в процессе такого активного клюва докармливаю сразу. О, лотвичка. Вот такой вот сумасшедший клюв. Рыбки я уже наловил на сковородку и найку на вечер. Сейчас пойду поджарю рыбки, пообедаю и после обеда приду еще половлю. Есть еще одна. Кто-то, 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 куда ты так тянешь? Леска тоненькая, нужно аккуратно. Кто-то очень бойкий. Похоже, плотвичка неплохая. А нет, подлещик снова небольшой. Подлещик. Подлещик мы с найком не любим. К тому же нам по законодательству нельзя брать подлещика менее 32, по-моему, или 38 сантиметров. В общем, он не подходит под размер. Конечно, если бы я голодал, я бы его взял и съел. Но так как рыбка ловится, да тем более плотва мне больше нравится. Так как рыбка ловится, да тем более плотва мне больше нравится. Вот так вот подняла и мимо. Опа, прямо на излете подсек. Похоже, небольшой слой подлещик, так и есть. Столп подлещик. На прикормку. Ну, такой мелкий, костлявый. Нам не подходит. Немного подсыплю прикормки прямо в лунку, чтобы она пылила. И, возможно, снова подойдет плотвичка. Малький. Если у вас был эмоистик, то давай кормопаться. И, возможно, мы егоigram. Малький перешли. Это интересно. Опа. Вот такая вот рыбёшка. Ну что, как вы видите, рыбка есть, ловится хорошо, так что я ещё могу и выбирать по своим предпочтениям и по предпочтениям кота Найка, хотя у нас одинаковые, что он, что я, больше всего любит плотву. Ну, если лещ будет за килограмм, то я его, конечно, возьму и пожарю. Лещ – это одна из немногих рыб, которая чем крупнее, тем вкуснее. Многие знают, что сильно крупная щука, она уже, или карась, будет иметь запах. И тут мясо по консистенции будет такое, как тряпка. А вот лещ – это та рыба, которая чем больше, тем лучше. Вот так. Видите, как только я подсыпал немного прикормки сверху, сразу подошла плотва. Она шустрее и впервые подлещика успевает съесть приманку. А плотва нам и нужна. Палатку ветром штормит во все стороны. Ветер меняется. Я устанавливал палатку, чтобы ветер дул в спину, потом ветер начал дуть в левый бок. Теперь фронтально, прямо в лицо. О, густерка. Ну ладно, густерку такую возьму. Густерка тоже вкусная, в принципе. Если не очень мелкая. Я не пойму, это густерка или густерка. Разберемся. Найк разберется. Не дало даже опуститься. Ого! 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 мотыль даже не обновляю три или четыре рыбки поймал эх показалось где-то совсем рядом пошла лед просел мимо о чемпирает Ну что рыболовы, всем рекомендую прикормку. Ну вот улов буквально за 20 минут. Всю палатку оставлю. Возможно после обеда приду еще половину. Ну что, я пообедал, поел жареной рыбки. И вышел еще порыбачить немного. Взял другую удочку. Решил немного поэкспериментировать. Вот такая платвичка. Пока хороший клюв, можно поэкспериментировать. Попробовать свои разные снасти. Мормышки. Вот я попробовал новую мормышку. Такую бриллиантовую. Ну и сейчас проверим, будет ли на нее клевать. Тяжелая, очень быстро опускается. В принципе удобно, когда хороший клюв. Быстрее погружается снасть. Ух ты, палатку ветром поднимает. А нет, приклюет. Опа. Подняла без проблем такую тяжелую мормышечку. Что там у нас? Ну, платвичка. Вот такая. Платвичка и вот такая мормышка. Что-то потяжелее такое. Так, прикормка шикарно работает. Вот такая вот жирненькая. Продолжение следует... Продолжение следует... Уже потяжелее. Похоже на подлещика. Не хочет заходить в дубочку. Ветер крутит со всех сторон, задувает палатку по всем четырем сторонам. Продолжение следует... 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 Ветер в палатку заебает. Какой зверь попался. Обычно, когда на что-то отвлекаешься, сразу происходит поклевка. По закону подлости. Проверим. Последний чайок. Так, чтобы специально не сработало. Проверим. 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 Основа что-то маленькое. Проверим. Похоже, еще один подлещик небольшой. Нет, плотвичка. Хорошенькая. Блота.